Страны, где можно получить вид на жительство без права на трудоустройство. Обзор об актуальных программах подготовлен компанией «Второй паспорт». Многие европейские государства предоставляют возможность финансово независимым иностранцам получить вид на жительство. С этим документом иностранец может проживать неограниченное количество времени на территории страны, выдавшей вид на жительство, а также свободно въезжать и выезжать. Рассмотрим 11 стран, где возможен такой вариант иммиграции. Австрия. Главным условием для получения вида на жительство в этой стране является регулярный пассивный заработок от 2512 евро в месяц на супружескую пару плюс по 259 евро на каждого ребенка. Под пассивным доходом подразумеваются пенсии, ценные бумаги, инвестирование, проценты по депозитам. Заменой доходу может стать документ из швейцарского или австрийского банка о наличии от 85 тысяч евро на взрослого и от 45 тысяч евро на ребенка. Среди других обязательных условий наличие собственной или арендованной недвижимости в Австрии, годичной медстраховки и знание немецкого языка. Андорра. Чтобы получить разрешение на постоянное проживание в этой стране, необходимо инвестировать в ее экономику 400 тысяч евро. В эту сумму также входит депозит в Андоррском банке в размере 50 тысяч евро на основного заявителя плюс по 10 тысяч на каждого члена семьи. Вид на жительство в Андорре дает право на безвизовый въезд только во Францию, Испанию и Португалию. Перемещение в другие страны требует оформления визы. Германия. Чтобы получить вид на жительство в Германии, необходимо подтвердить свою финансовую независимость. При этом учитывается пассивная прибыль, открытие крупного депозита, наличие процентов от бизнеса. Конкретные суммы в эмиграционном законодательстве не прописаны. Разрешение на проживание выдается сроком на один год. Затем его можно продлевать еще дважды с интервалом в два года. Спустя пять лет можно оформлять постоянное место жительства. Греция. Иммигрант, имеющий пассивный заработок по депозитам, ценным бумагам или другие варианты дохода за границей, может претендовать на участие в программе «Постоянное место жительства» в Греции. Размер дохода должен составлять от 24 тысяч евро для главного заявителя, 4,8 тысяч евро для супруги и 3,6 тысяч евро на каждого ребенка. Вид на жительство предоставляется на срок 12 месяцев с правом ежегодной пролонгации и выдачей постоянного места жительства по истечении 5 лет. Испания. Право получить вид на жительство в Испании имеют состоятельные иммигранты, владеющие недвижимостью, на сумму от 150 тысяч евро. Наличие договора о долгосрочной аренде может стать альтернативой собственной жилплощади. Кроме этого, заявитель должен подтвердить доходы на сумму от 26 тысяч евро. Это может быть пассивный заработок от облигаций, депозит, дивиденды, зарплата, полученная от удаленной работы за рубежом. Вид на жительство выдается на один год, и его можно продлевать дважды через каждые два года. По прошествии пяти лет можно подавать на постоянное место жительства, а еще через этот же период – на гражданство. Италия. Эта страна предоставляет право постоянного проживания иностранцам, которые имеют ежегодный пассивный доход в пределах 30 тысяч евро. В качестве источников дохода рассматриваются зарплата от удаленной работы, депозиты, банковские счета, ройалти, пенсия. Вид на жительство выдается на 12 месяцев, и в последующие пять лет его можно продлевать. По окончании этого срока присваивается постоянное место жительства, а еще через пять лет иммигрант может получить гражданство Италии. Кипр. Если иностранец может доказать прибыль, которая покрывает расходы пребывания в стране, он может претендовать на иммиграционное разрешение категории F. Нижняя граница пассивного заработка, определяемая законом, составляет 10 тысяч евро для главного заявителя. Сроки рассмотрения заявления могут достигать 18 месяцев. В случае, если иностранец приобрел на острове недвижимость от застройщика на сумму от 300 тысяч евро, этот период может сократиться. Для сохранения статуса «Вид на жительство» достаточно приезжать на Кипр один раз в два года. Мальта. Претендовать на вид на жительство без права на работу можно при условии покупки или долгосрочной аренды недвижимости. Причем в разных регионах Мальты минимальная стоимость покупки и аренды отличается. Суммы начинаются от 220 тысяч евро. Покупка. Важно выполнение еще одного условия. Выплачивать ежегодный фиксированный налог 15 тысяч евро плюс 15% от суммы ввозимого капитала. Чтобы сохранить и продлить вид на жительство, участники программы должны находиться в стране от 6 месяцев в году. Монако. Наличие крупного состояния и пакет необходимых документов дают возможность иностранцу претендовать на вид на жительство в этой стране. В частности, важно показать собственную недвижимость или долгосрочную аренду, банковский счет в Монако на сумму от 500 тысяч евро или до 1 миллиона евро, медстраховку. Сохранить и продлить вид на жительство можно только проживая в Монако от 6 месяцев в году. Франция. Иностранцы, у которых есть во владении недвижимость или долгосрочная аренда жилья, а также достаточный пассивный заработок, могут получить вид на жительство. Рассматриваются такие источники дохода, как депозитные вклады во французских банках или доходы от бизнеса за пределами страны. Минимальная сумма средств от 2000 евро в месяц для основного участника. Вид на жительство предоставляется на один год. Статус можно продлить при условии, что заявитель проживал во Франции не менее 6 месяцев. Спустя 5 лет можно подавать на ПМЖ. Швейцария. Программа вид на жительство без трудоустройства распространяется на тех эмигрантов, кто заключил договор с одной из административных единиц страны. Исключение составляет Цюрих. Документ подразумевает ежегодную фиксированную выплату в казну конкретной административной единицы от 250 тысяч евро. Если заявитель проживал на ее территории в течение 6 месяцев в году, это позволит ему сохранить или продлить свой статус. Через 10 лет можно подавать заявку на приобретение статуса «постоянное место жительства». В случае, если заявитель смог продемонстрировать успешную интеграцию и владение местным языком, этот период ожидания можно сократить. Компания «Второй паспорт» специализируется на разных способах эмиграции в 60 стран мира. Если вы желаете стать претендентом на получение вида на жительство без права на трудоустройство в одну из рассмотренных стран, обратитесь к сотрудникам компании вашей страны по телефонам, указанным на экране. Все звонки бесплатные. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова